В теории существует перечислимое множество M. Смотрите, внимание. Дополнение, к которому бесконечно, то есть это не то, что M это более-менее натуральный вид. Нет, у него бесконечное дополнение. Дополнение, к которому бесконечно. Но M пересекается с любым бесконечным перечислимым множеством. С любым бесконечным перечислимым множеством. Допустим, что это. Заметьте, пожалуйста, получается, что в дополнение этого самого множества M невозможно найти никакого бесконечного перечислимого множества. То есть какое перечислимое множество не бери, оно обязательно с M пересечется. Это странное множество. И при этом дополнение к нему бесконечное. Каким образом мы это делаем? Во-первых, все перечислимые множества можно, конечно же, естественным образом зонумеровать. Объясняю, почему. Потому что одно из определений было такое. Перечислимое множество – это область значений вычислимой функции. А вычислимые функции мы набрать умеем. Или это область определения. Мы их тоже умеем набрать. В общем, так. Все перечислимые множества напишем через абитуру. А1, А2, А3, А4 и так далее, и так далее, и так далее. Причем можно считать, что это просто номер программы областью значений, которая является этим множеством. И вот сейчас такая идея. Мы запустим процесс, который будет из каждого из этих множеств брать хотя бы по одному элементу. Но при этом останется все равно бесконечно много. Ну, а если из каждого взял хотя бы по одному элементу, то, естественно, пересечение будет. Ребята, вот для этого нужна такая вещь. Значит, рассматривая такие пары, натуральное число х и множество с номером у, значит, меня интересуют такие пары чисел х, у, что, повторяю, х принадлежит множеству номер у. Это пока понятно? Как это на картинке рисовать? Это очень просто. Множество А1, оно, так сказать, по горизонтали. Вот это А1, А2, А3, каждый множество располагается. Ну и, соответственно, все эти множества вместе вот дают такую картинку. Замечательно. А вот теперь, внимание, я собираюсь из каждого множества брать элементы с большими номерами. Значит, я сейчас пишу следующую штуку. Х должен быть больше, чем 2х. Я отказываюсь брать из множества числа, которые маленькие. Заметьте, пожалуйста, это условие, в общем-то, эффективное. Я могу по паре x, y узнать x больше, чем 2х или меньше. Здесь у меня тоже это все, да, у меня была некая процедура. Поэтому такое множество является каким? А? Перечислимым. И вот давайте я его буду перечислять, перечислять, перечислять. При этом я буду следить, что если я какую-то пару взял, то когда у меня получается пара с таким же y, я ее больше уже не беру. Понятно, да, идея? То есть, если я на какой-то горизонтали взял уже точку, то все, то уже больше не беру. Давайте поймем, что когда у нас есть вот эта прямая, x равняется 2y, вот она вот так вот наклонена, да? Вот x равно y равно 45 градусов, а x равно 2 примерно так. То меня сейчас интересует вот эта область. Понятно? Если было бесконечное перечислимое множество, то у него, мы отбросили начальный кусок какой-то, у него осталось бесконечное число элементов, так? Да. И когда мы будем перечислять, то обязательно мы хоть до одного из них дойдем. И когда мы дойдем в первый раз до какой-то горизонтали, то, соответственно, мы его возьмем. А уже когда потом окажемся на этой горизонтали, уже не возьмем. Значит, мы из каждого из наших множеств а хотя бы по одной точке возьмем. Отлично. А теперь вопрос. А почему будет бесконечное дополнение? Очень просто. Смотрите. Если меня интересует какой-то кусок от нуля до какого-то числа 2k, то вообще-то здесь по высоте сколько? k. И мы имеем право брать точки только из этого треугольника, потому что дальше уже наша область ушла. и при этом с каждой горизонтали максимум одну точку. Понимаете? А k меньше, чем 2k. В общем, сильно меньше. Значит, ну, когда берем k, большой, то он берет много элементов, которые нельзя. Ну, берете большой k, значит, много элементов будет не взять.